Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас здесь, в стенах Роспатента, на первой тематической встрече, посвященной оригинальным брендам после принятия федерального закона номер 230 ФЗ о изменении четвертой части Гражданского кодекса и отдельных положений федерального закона о регулировании алкогольного рынка. Рада приветствовать. Сегодня с нами в рамках видеоконференц-связи присутствует Национальная библиотека Республика Коми. Хотелось бы отметить, что эта встреча была инициирована именно ими. Вы нас слышите? Здравствуйте, отлично, отлично, хорошо, четко, ясно. Все хорошо, спасибо. А также Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени Шишкова. Вы нас слышите? Здравствуйте, коллеги. Хорошо, слушаем. Как все мы можем? Хорошо. Отлично. Так что я сразу предоставляю слово Ирине Николаевне Самохваловой, она расскажет о региональных брендах и о роли НМПТ в региональных брендах. А потом мы приступим к вопросам и, я думаю, уже более детально поговорим по всем интересующим вас темам. Добрый день, уважаемые коллеги. В настоящее время в решении задач импортозамещения, привлечения инвестиций, продвижения отечественных товаров и услуг на внутренние и внешние рынки все больше значений приобретает деятельность по формированию и продвижению региональных и товарных брендов. Очень важно сейчас аккумулировать опыт работы по созданию и продвижению российских брендов как на товарных рынках, так и на рынке туристических услуг. Каждый субъект Российской Федерации обладает культурными особенностями и географическими отличиями, которые необходимо использовать для продвижения положительного имиджа субъекта. В свою очередь, развитие территориальных брендов может стать важным источником региональных бюджетов. Из опыта отечественной и зарубежной практики следует, что использование средств индивидуализации, входящих в число объектов и территориальной собственности, является наиболее действенным механизмом успешного продвижения продукции на рынке. К таким средствам индивидуализации относятся товарные знаки и наименование места происхождения товаров, правовая охрана которых осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании их государственной регистрации в Роспатенте или в соответствии с Международными договорами Российской Федерации. В следующем году к ним присоединится еще один объект интеллектуальной собственности – географические указания. Принятый Федеральный закон номер 230 ФСЗ 26 июля 2019 года вступает в силу 27 июля следующего года. И введение в национальное законодательство географических указаний позволит за счет установления более мягких требований к нему по сравнению с наименованием места происхождения товара предоставить правовую охрану гораздо большему числу отечественных обозначений. Определение товарному знаку дано в статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации. Это обозначение, которое служит для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или комбинации. Товарные знаки указывают на источник товара или услуги. Они обозначают товар или услугу как созданной или оказываемой определенной компанией. Товарные знаки помогают потребителям ассоциировать товар или услугу с конкретным уровнем качества или репутацией на основе информации о компании, которая создала товар или которой предлагают услугу. На слайде можете видеть примеры зарегистрированных товарных знаков с элементами, которые позиционируют регионы Российской Федерации. Это Вятский край, Оренбургская область, Астраханская область, Новосибирская область, Кубанский край, Тюменская область, Вологодская область. Следует отметить, что товарный знак может быть зарегистрирован на имя только одного правообладателя, который становится настоящим монополистом в отношении использования обозначения. Но исключение составляют коллективные знаки. Другие лица не имеют возможности использовать зарегистрированные обозначения без согласия владельца, в то время как политика региональных брендов призвана стимулировать производство на территории субъектов товаров местными производителями, а не одной организацией. А вот право на использование наименований места происхождения товара может быть зарегистрировано в отношении неограниченного круга лиц, то есть допустимо коллективное использование обозначения без какого-либо разрешения от одного из правообладателей. Что же такое наименование места происхождения товара? Определение ему дано в статье 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации. Это обозначение, представляющее собой современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение производное такого наименования, которое стало известно в результате его использования в отношении товаров. И особо свойства товара исключительно леглавным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами. Являясь как и товарный знак средством индивидуализации, номинование места происхождения товара, в отличие от него, указывает на место изготовления товара и всегда гарантирует наличие в товаре особых свойств. Номинование места происхождения товара является только словесным обозначением, названием географического объекта или производным от такого названия. Важно, чтобы это номинование до подачи заявки на государственную регистрацию приобрело известность в результате его использования в отношении определенного товара. И причем товар должен обладать особыми свойствами, которые определяются природными условиями, например, климат, состав почвы или людскими факторами, традициями, технологиями производства, секретами мастерства, а может быть теми и другими условиями и факторами. Номинование места происхождения товара, как правило, связано с традиционным производством, получившим широкую известность за счет особых свойств товара. Такие свойства товара должны быть установленными, постоянными, возникшими и утвердившимися в сознании потребителя задолго до подачи заявки изготовителем товара. Иными словами, номинование места происхождения товара всегда сопровождает товар, особые свойства которого сформировались в течение длительного периода времени. Когда в полной мере смогли проявиться природные условия или людские факторы. Не вызывается сомнений, что такие известные номинования места происхождения товара, как Вологодское кружево, Хохлома, Булевский фарфор, Гжель, Ростовская финифть, Вологодское масло, Белевская пастила, являются широко и давно известными. Их известность – результат длительного сопровождения уникальных товаров и соответствующего географического объекта. Особые свойства для товаров сельскохозяйственного производства определяются в основном климатом, составом почвы. А вот для изделий народных художественных промыслов особые свойства обусловлены преемственностью художественно-технологических традиций, использованием местных материалов и ручного труда. Другими словами, производитель, согласно закону, обязан доказать, что товар не только производится им в данном регионе, но и обладает особыми свойствами, обусловленными его происхождением. И производство таких товаров, которые обозначены на именовании места по расхождению товара, нельзя перенести из одного географического объекта в другой. И отсюда следует, что невозможно изготавливать товары с такими зарегистрированными. НМПТ, как Оренбургский пуховый платок, Вологодское кружево, Хохлома, Жостово, в иной местности, чем та, географическая среда которой обусловила наличие в указанных товаров особых неповторимых свойств. На слайде вы можете видеть примеры, зарегистрированные в самое последнее время, за прошлый год, за этот НМПТ. Это Торжовское золотое шитье Тверская область, это Курай Республика Башкортостан, Тембовская игрушка Кировская область, это Солилицкий арбуза Оренбургская область, Кубанские яблоки Краснодарский край, Марийские гусли Республика Морел, Белевский зефир Тульская область. Это и Воркутинская оленина Республика Коми, Белевский мармелад Тульская область, Астраханская ситровая икра Астраханская область, Минеральная вода Буховская 12 Свердловская область, Кубанский ранний картофель Краснодарский край, Абашевская игрушка Пензенская область, Шмагоцкая резьба по Бересте, Вологодская область, Конаковский фаян Стверская область, Староскольская глиняная игрушка Белгородская область, Гадамский винис Рязанская область, Горноморийский кравец, интересный такой пирог Республика Морел, и Кроваево молочные продукты Костромская область. Кто же получает преимущества от использования товарных знаков, номинований и места происхождения товаров? Прежде всего, использование средств индивидуализации выгодно производителю, поскольку дает возможность отличать его продукцию от продукции конкурентов. Это может влиять на успешное продвижение товара на рынке, увеличение объемов реализации, что в свою очередь должно способствовать расширению и развитию производства, появлению новых рабочих мест. Наличие исключительного права на средства индивидуализации позволяет правообладателю защищать свои права на использование товарного знака или номинований и места происхождения товара и запрещать выпуск контрафактной продукции. В использовании средств индивидуализации заинтересованы и потребители. Приобретая товар, который сопровождает товарный знак или номинований и места происхождения товара, потребитель может быть уверен, что товар качественный и обладает теми особыми свойствами, на которые он рассчитывает. Это вызывает доверие к производителю и готовность платить больше за продукцию, сопровождаемую средствами индивидуализации. Эти объекты индивидуальной собственности занимают особое место в числе механизмов, которые способны влиять на экономическое и социальное развитие регионов, а следовательно, страны в целом. 1. Являясь номинованием географического объекта для НМПТ или входящий в состав товарных знаков, они могут повышать конкурентную способность и репутацию региона, влиять на приобретение известности этого региона, помогать завоевывать новые российские и зарубежные рынки товарами регионального происхождения, способны привлекать к товарам внимание общественности, что создает благоприятные условия для вложения в экономику территории инвестиций, которые, в свою очередь, могут быть направлены на развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса, организацию новых рабочих мест, сохранение сельских поселений, мест традиционного бытования народных художественных промыслов, развитие туризма на их территориях. И также приобретает политическое значение в Российской Федерации, так как предназначены для товаров, сохраняющих многообразие традиций, отражающих самобытный колорит и историю народов, населяющих нашу многонациональную страну. Таким образом, создание регионального бренда, в основе которого лежат номинования места происхождения товаров, товарных знаков, а потом географические указания, это не только важный шаг для приобретения известности региона, его экономического и социального развития. Это возможность регионального правительства и местных производителей показать свой регион самой лучшей страны, рассказать о себе как можно больше аудитории, продемонстрировать традиционные промыслы и товары своего региона. На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 218 номинований мест происхождения товара. 182 регистрации российские действующие, 32 иностранные и 4 не действуют. Также вы можете на диаграмме видеть распределение российских регистраций по товарам. Самое большое количество – это минеральная вода, 80, следом за ним – это народный промысл, 48, продукты питания, 43, алкогольная продукция, 9 и прочие, 2. При этом за время действия законодательства в области наименования места происхождения товара, а это с 1992 года более 25 лет, из 22 регионов Российской Федерации, а всего их 85, практически 1 четвертая не подана ни одной заявки в Роспатент. Как вы уже знаете, председатель Совета Федерации Валентин Иванович Матвиенко поручил каждому сенатору обеспечить подачу в Роспатент как минимум двух заявок от каждого региона на регистрацию регионального бренда. Это было в декабре 2017 года. Это поручение касалось прежде всего регистрации в Роспатенте наименовании мест происхождения товара. И такая государственная политика по продвижению региональных брендов на сегодняшний день привела к увеличению активности в сфере патентования средств индивидуализации, а также к росту потребительского интереса к продуктам регионального производства. Поступление заявок на наименование места происхождения товара возросло по сравнению с прошлыми годами в два раза. Россия – огромная страна, обладающая богатейшими природными ресурсами, уникальными климатическими условиями и большим человеческим потенциалом с многовековыми традициями. Многие регионы производят товары, которые обладают неповторимыми свойствами, обусловленными географической средой, и, значит, потенциал для регистрации новых обозначений в качестве товарных знаков и наименований мест происхождения товаров есть. И товарные знаки, и наименование места происхождения товаров признаются и охраняются в силу государственной регистрации. И государственная регистрация является основанием для предоставления исключительного права на товарный знак или исключительного права использования наименование места происхождения товара. Для того, чтобы зарегистрировать и товарный знак, или наименование места происхождения товара, необходимо подать заявку в Роспатент. Все нормативно-правовые акты для осуществления процедуры государственной регистрации этих объектов, институтальной собственности, бланки заявлений, примеры их заполнения, доступны на официальных сайтах Роспатента и ФИПС. В разделе «Госуслуги» регистрация объектов институтальной собственности и в разделе «Информация и сервисы» региональные бренды России. Все-все акты есть. Также вы можете на блок-схеме посмотреть процедуру государственной регистрации товарного знака, именование места происхождения товара, они примерно одинаковые, это подача заявки, потом проверяется уплата пошлины, после чего проходит формальная экспертиза, которая завершается либо решением о принятии заявки к рассмотрению, либо решением о отказе принятия заявки к рассмотрению. После положительного результата формальной экспертизы проводится экспертиза заявленного обозначения и тоже завершается либо решением о государственной регистрации, либо решением об отказе. Решение об отказе, в свою очередь, может быть оспорено с заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам. После решения государственной регистрации и проверки оплаты пошлины, вносится запись в государственный реестр и публикация в бюллетене происходит. Заявка на государственную регистрацию товарного знака должна содержать, прежде всего, заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, само заявляемое обозначение, перечень товаров и услуг, в отношении которых и спрашивается регистрация товарного знака, которая сгруппирована по классам международной классификации товаров и услуг, и описание заявленного обозначения. Заявка на государственную регистрацию на именование места происхождения товара должна, прежде всего, содержать заявление о государственной регистрации и о представлении исключительного права на такое именование, либо заявление о представлении исключительного права на ранее зарегистрированное именование места происхождения товара. Само заявляемое обозначение указания товара, указание места происхождения или производства товара по другому границе географического объекта, природные условия или людские факторы которого исключительно или главным образом определяют или могут определять особые свойства товара, описание особых свойств товара. Также должно быть приложено заключение полновочного федерального органа исполнительной власти, либо информация о том, что оно выдано или заявитель обратился с таким заключением. И для новой регистрации должны быть приложены документы, которые подтверждают известность заявляемого обозначения в отношении товара. Для того, чтобы зарегистрировать наименование места происхождения товара и получить исключительно право его использования, производители или группа производителей, прежде чем подать заявку в Роспатент, должны подготовить пакет документов и обратиться за соответствующим заключением в один из четырех уполномоченных федеральных органов, определенных постановлением правительства номер 481 от 17 сентября 2004 года. В случае, если заявка подается на новую регистрацию наименование места происхождения товара, заявителю следует получить в полномочном органе заключение о том, что производимое им в границе географического объекта товара имеет особые свойства, обусловленные характерными для данного географического объекта природными условиями и людскими факторами. Если же заявка подается на исключительно право использования ранее зарегистрированного наименовании места происхождения товара, то уполномоченным органам выдается другое заключение о том, что заявитель производит товар, обладающий теми же особыми свойствами, которые указаны в государственном регистре наименовании места происхождения товаров РФ. И вот этим постановлением правительства номер 481 утвержден перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных выдавать заключение. В отношении минеральной питьевой, лечебной, лечебной столовой и минеральной природной столовой воды уполномочен выдавать заключение Минздрав России. Минбронторг России уполномочен выдавать заключение в отношении изделий народных художественных промыслов. Минсельхоз России в отношении товаров сельского хозяйства, продовольственных товаров, безалкогольной продукции, продуктов пчеловодства, товаров, вырабатываемых из рыбы, морских продуктов. Рост алкоголя регулирования в отношении алкогольной спиртосодержащей пищевой продукции. В настоящее время проект о внесении изменений в постановление номер 471 находится на согласовании. Минздрав, значит, расширен, добавили мы лечебной грязи товаров, вырабатываем из них, а Минпромторг будет выдавать заключение в отношении товаров с мраморой керамики. Вот эти вот два вида товаров мы добавили, но пока вот, к сожалению, постановление вот это находится на согласовании на сегодняшний день. К заявке на государственную регистрацию НМПТ заявителям должны быть приложены документы, которые подтверждают известность заявленного обозначения в связи с указанным товаром. И такими документами могут являться упоминания об обозначении в связи с указанным товаром в различных литературных источниках, копии дипломов национальных или международных выставок, ярмарок, на которых указан товар с использованием такого обозначения выставлялся. Сведения об использовании этого обозначения в связи с указанным товаром на территории Российской Федерации. Сведения о результатах опроса потребителей товара по вопросу известности обозначения в связи с указанным товаром, и который этот опрос проведен в специализированной независимой организации. Сведения о определенных затратах на рекламу обозначения в связи с указанным товаром, например, годовые финансовые отчеты. В этом слайде вы можете видеть, какие пошлины государственные по заявке на товарный знак должен оплатить заявитель. Пошлины, которые оплачиваются одновременно до подачи заявки, это за регистрацию заявки и принятие решений по результатам формальной экспертизы. Это 3500 рублей плюс 1000 рублей за каждый из классов МКТУ, для которых запрашивается регистрация свыше 5. Из-за проведения экспертизы заявки на обозначение и принятия решений по ее результатам, это 11500 за один класс плюс 2500 рублей за каждый из классов МКТУ свыше 1. И пошлины, которые уплачиваются после выдачи решения государственной регистрации товарного знака, это за регистрацию товарного знака 16000 рублей плюс 1000 рублей за каждый из классов МКТУ свыше 5. И за выдачи свидетельствами товарный знак 2000 рублей. В случае подачи заявки в электронном виде размер указанных пошлин уменьшается на 30%, обращая внимание, что для товарных знаков льготы не предусмотрены. А вот для заявок на номинование места происхождения товара предусмотрены льготы. Льготники – это заявители, которые являются субъектом малого предпринимательства, либо образовательная организация, которая имеет государственную агредиентацию, научная организация, или заявитель, который является индивидуальным предпринимателем. Это прописано в приложении номер 2 к положению о пошлинах. И если заявка подается в электронном виде, получается двойная льгота. Вот эти вот пошлины, которые льготники, они еще уменьшаются на 30%. Получаются совсем маленькие суммы, вы можете это все прочитать. До подачи заявки заявитель должен оплатить две пошлины, которые оплачиваются одновременно. За регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы – 2,700, для льготников практически в три раза меньше – 945 рублей. Вторая пошлина – за проведение экспертизы заявленного обозначения и принятие решения по ее результатам. Так она – 10,800, льготники платят – 3,780, а в электронном виде еще минус 30%. Так что, я думаю, что такие не очень большие деньги. И две пошлины остальные, которые оплачиваются заявителям после выдачи решения государственной регистрации – это за регистрацию на именование места происхождения товара и представление исключительного права на МПТ – 16,000, а льготы – 5,600. Практически в три раза меньше. Но за выдачное свидетельство – 2,000 льгот. Вот эта пошлина не попадает под льготу. Так что, пожалуйста, учтите, что есть льгота. Но я хочу предупредить, что если вы не написали, нужно обязательно писать при подаче заявки сопроводительное письмо, что прошу учесть в уменьшенном размере. Если вы не напишете это письмо, то мы учитываем пошлину в полном размере. Это предусмотрено положением на пошлину. Обратите на это внимание. Так, и географические указания. В скором будущем, в следующем году, уже вот этот федеральный закон, о котором я говорила, номер 230 ФЗ, он вступает в силу с 27 июля 2020 года. Значит, в нем прописано создание более эффективного правового регулирования на именование места происхождения товара. И главное, что включено в Горошинский кодекс РФ в качестве самостоятельного охраняемого объекта и цитутальной собственности географического указания. Дается определение особенностей его правового охраны, его определения. Для РФ обязательства по охране и географического указания возникли в связи с вступлением РФ в ВТО и участием в соглашении торговых аспектов прав и цитутальной собственности. Сейчас в законодательстве к наименованию места происхождения товаров предъявляются строгие требования, соблюдение которых приводит к отказу в регистрации. В настоящее время требует охрана значительное количество отечественных обозначений, которые указывают на географическое происхождение товаров, но по факту обладают качеством и репутацией, но не дотягивают до наименования места происхождения товара. Для таких обозначений должны быть предусмотрены более мягкие требования. Эту задачу должно решить введение в законодательство самостоятельного объекта и цитутальных прав как географического указания. Законом дано определение географического указания, что это обозначение, идентифицирующее происходящее с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связано с его географическим происхождением, характеристики товара. На территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара. В случае географического указания достаточно только одного признака связи с географическим происхождением. Это может быть качество или иной свойство продукта, или только его репутация. Кроме того, производство сырья, а также создание или переработка самого изделия не обязательно должны происходить исключительно в этой же географической местности. А в случае с наименованием места происхождения товара связь с местом происхождения должна быть более прочной и определенной. Качество и свойства продукта, маркируемого и охраняемым наименованием места происхождения товара, должны вытекать исключительно из его географического происхождения. Это значит, что в этом месте должно быть добыто сырье для производства, и там же должна осуществляться его переработка. Так же, как и номинование места происхождения товара, географические указания не могут быть уступлены или переданы по лицензии другому лицу. На слайде вы можете видеть основные отличия номинования места происхождения товара от географических указаний. Наименование места происхождения товара – это словесное обозначение, представляющее собой наименование географического объекта. В случае географического указания – это любое обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории географического объекта. У наименования места происхождения товара обязательно особые свойства товара должны быть, в отношении которого может быть зарегистрировано именование места происхождения товара исключительно или главным образом, который определяется характерным для данного географического объекта, природными условиями или людскими факторами. А для географического указания должны быть определенные качества, репутации или другие характеристики товара, в отношении которого может быть зарегистрировано географическое указание и которое в значительной степени определяется его географическим происхождением. Наименование места происхождения товара – это обозначение, которое стало известно в результате его использования в отношении товара. А в случае географического указания – это обозначение, которое позволяет идентифицировать товар, как происходящий с территории географического объекта. Как я уже говорила, у наименования места происхождения товара на территории географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, которые влияют на формирование его особых свойств. А что касается географического указания, то должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, которая влияет на формирование его качества, репутации или иных характеристик. Обязательно для регистрации наименования места происхождения товара требуется заключение уполномоченного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, отвечающий требованиям пункта 1 статьи 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации. А в случае географического указания заявитель сам собирает и представляет Роспатент документы, которые будут подтверждать, что заявитель производит товар, обладающий определенным качеством, репутацией или другими характеристиками товара, которые в значительной степени определяются его географическим происхождением. Законом также предусмотрена специальная эмблема и для наименования места происхождения товара, и для географического указания. Мы должны гордиться своими традициями. Пожалуйста, подавайте заявки. Мы поможем, чем можем. Обращайтесь к нам. Мы открыты для общения. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Можно попросить первый слайд поставить, небольшое уточнение? Чтобы просто вас не вводить в заблуждение, под региональными брендами мы понимаем не просто товарные знаки, а именно региональные товарные знаки, которые содержат в себе указания на регион, на место происхождения товара, либо на место оказания услуг. Как правило, такие товарные знаки регистрируются либо на администрацию региона, либо на уполномочное лицо, которое определяет администрация региона. И впоследствии эти товарные знаки служат, региональные товарные знаки служат как знак качества определенного. Регион сам определяет условия использования этих товарных знаков, характеристики, которые должны предъявляться к товарам, и условия использования таких товарных знаков. И дальше он определяет конкретное лицо, которое предоставляет сублицензию на такие товарные знаки. В принципе, вся такая политика, которая относится к региональным брендам, к формированию региональных брендов, она прописана в рекомендациях по управлению правами регионов на объекты интеллектуальной собственности. Эти рекомендации были одобрены в конце прошлого года Советом по интеллектуальной собственности при Совете Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, и они, насколько я знаю, доступны на нашем сайте, на сайте Роспатента. Более того, хотелось бы обратить внимание, что большой объем информации, касающийся региональных брендов, содержится на сайте Роспатента в разделе «Региональные бренды». Там вы можете увидеть и руководство, где пошагово расписана инструкция по регистрации наименования мест происхождения товара. Приведены контактные телефоны уполномоченных федеральных органов, исполнительной власти, те, которые должны выдавать заключение. И также для регионов, хочу еще раз напомнить, что Роспатент проводит консультацию по конкретным заявкам, по конкретным вопросам и конкретным обозначениям, которые собирается регион регистрировать в качестве наименования места происхождения товара. Также еще в дополнение хотела бы отметить. Вот вопрос Ирина Николаевна затрагивала по поводу постановления об уполномоченных органах. Да, сейчас она находится на согласовании, но в связи с принятием 230-го федерального закона она будет еще доработана. И сроки, как мы предполагаем, в март следующего года, оно должно быть принято. В любом случае, вот у нас уже есть один вопрос, как зарегистрировать НМПТ на лечебную грязь. Либо это будет установлено в постановлении правительства, и за Минздравом будет закреплено такое полномочие выдавать заключение. Либо 230-й федеральный закон предусматривает, что если федеральный орган не установлен для какой-то категории товаров, то тогда таким уполномоченным органом становится региональный орган. И поэтому заключение будет выдавать региональный орган исполнительной власти. Вот, и третий путь, как уже тоже сказали, это путь регистрации в отношении лечебной грязи географического указания. Тогда заявитель сам собирает документы, если необходимые, и подтверждает те характеристики, которые он заявляет в связи с регистрацией. Вот, спасибо. Я думаю, сейчас можно уже приступить к конкретным вопросам, которые есть. Да, и сначала, наверное, мы дадим слово нашим регионам. Пожалуйста, Национальная библиотека Республики Коми. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я представляю интересы в аркутинского и человечества хозяйства, поискали не могут. Мы в этом году были работы по заплатить, ну, работу по получению, по брендированию в аркутинского элемента, но на сегодняшний день есть вопрос. У нас есть решение, которое нам прислали, о том, что все за нами закреплено, это наименование в аркутинского элемента, но нет понимания, это решение, это конечный документ, который мы должны получить, или должно быть свидетельство, на которое мы должны в своей работе потом ссылаться. Потому что, вы честно говоря, понимание, как вы это делали первый раз, и проконсультировать с вами нет, это у нас нет. Я не могу ответить, даже на сегодняшний день в Министерстве Хозу, что закончена он у нас работа или нет. Нет, свидетельство, конечно. Конечный итог – это свидетельство об исключительном праве на наименовании места происхождения товара. Вы можете получить, когда две пошлины заплатили. Когда две пошлины заплатили, вот сейчас я повторюсь. Мы заплатили сразу же, 28 июля, мы заплатили силу с пошлины. В ответы с 28 июля у нас на сегодняшний день у нас нет ни письма, потому что нам отказали, или еще какие-то деньги. Вы оплатили две пошлины? Две? Давайте разрешите, мы проверим эту информацию. И тогда с вами свяжемся. Да, и лично тогда с вами свяжемся с вашим представительством, и разберемся, куда ушло свидетельство, или почему оно не выдано при условии уплаты пошлины. Да, вы можете сказать, что мы это неправильно сделаем, потому что это делаем в первый раз. Да, конечно. Но мы, я думаю, с вами это решим, этот вопрос. Просто обращаю внимание, что у нас же заявка подается на регистрацию на МПТ и на предоставление исключительного права на МПТ. То есть в Иркутинской линии на это уже является зарегистрированным наименованием места происхождения товара. И теперь вот мы и разберемся с пошлинами и направим свидетельство в вашу сторону. Так что я думаю, здесь вопрос не больше. А еще вопросы будут? Хорошо. Добрый день. Слышите меня? Да. Скажите, вопрос у меня такой. Предположим, даже пример в Аркадьевской линии, ну теоретически, два производителя, в одном месте производят два, из одного и того же сырья и так далее, и так далее, и так далее. Например, даже технологии одинаковые. Ну, к примеру, в Аркадьевской линии. Ну, производителя, например, два. Кто из них имеет право обратиться за регистрацией МПТ и кому из них отхажут, кому подтвердят или как это вообще происходит? Спасибо. Хороший вопрос. На самом деле есть несколько вариантов. Либо это обращается первый за регистрацией на МПТ, а второй подает последующую заявку и тоже получает право пользования на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара. Либо они могли бы объединиться и подать вдвоем заявку, тогда обращаем внимание, что пошлины они бы делили пополам. Либо сейчас то, что предусмотрено уже 230-м федеральным законом, можно вообще создать объединение, и то объединение будет выступать как заявитель. То есть если есть два производителя, которые производят одинаковые товары, то они все имеют право получить исключительное право на МПТ. То есть здесь разные пути могут быть. Просто единственное, что если будет эта вторая заявка, то они должны подтвердить, что второй заявитель производит тот же товар, который обладает особыми свойствами уже указанными в государственном реестре и в тех же границах. Да, у них будет равное право. Да, все правильно. Что у первых заявителей, что у любых последующих у них будут одинаковые, равные права. Спасибо, спасибо. Еще раз вопрос, я хочу задать вопрос, да, потому что из нашего опыта мы еще, как я понимаю, не получили свидетельство, да, но на сегодняшний день на рынке Санкт-Петербурга уже две фирмы представляют торгуются с названием «Рамутинская мемена». И я бы хотела задать вопрос, вообще, оказывают, какая организация может оказать помощь по защите, потому что, ну, на сегодняшний день нам достаточно сложно это сделать, потому что, как всегда, вы знаете, получается, ну, например, как видите, да, в Елисейске, в торговом доме Елисейске, торгуется конюнция наша и еще неизвестного, почему говорю неизвестного производителя, потому что написав письмо на официальный адрес, мне никто от этого никаких не дал, не дает, не дает. То есть, как я понимаю, этой организации не существует. Вот какие на сегодняшний день наши действия, да, и какого можно получить консультацию для того, чтобы защитить вот тебе свое право. То есть, мы еще не успели его получить, но уже мы все не за его защищать, потому что уже два производителя производят прокуратическую аренду в Санкт-Петербурге. Спасибо, это хороший тоже очень вопрос. Действительно, за незаконное использование наименования места происхождения товара и в последующем за незаконное использование географического указания. Незаконное использование – это использование без права на такое номинание, то есть без свидетельства. Это наступает гражданская, административная, либо уголовная ответственность. То есть, если у вас уже есть сведения о выявленных фактах недобросовестной конкуренции, либо о нарушении, а это я обращаю внимание, статья 14.10 Кодекса об административных правонарушениях, либо статья 180 Уголовного кодекса, то вы можете обратиться либо в органы внутренних дел МВД, либо, если это недобросовестная конкуренция установить, то это ФАС России, ну, скорее всего, территориальные органы. Примеров таких дел, к сожалению, у нас не очень много, но вот активную позицию, если вы увидите, там в интернете можно увидеть, как адыгейский сыр, ассоциация адыгейского сыра защищается. То есть это правоохранительные органы. А у вас какой-то поддержки организациям, которые вас нет ответа, чтобы обратиться к вам за поддержкой? Нет. Потому что здесь, видите, здесь достаточно очень сложно это защищать, потому что мы уже знакомились в этом году точно так же с фальсификатом, который нашу продукцию завели в пригрузки, к которым мы никакого отношения не имеем. Но кроме получения рейтинга низких продаж, теперь вот за счет вот такого недобросовестного производителя, да, мы подняли вопрос, это вот о новости, мы подняли этот вопрос в пригрузке в Москве и получили себе статус как производителя с низкого производительного продаж, то есть никто не стал разбираться, почему, откуда этот фальсификат появился, но левеваяская компания, вот эта 3,5 этих, да, она называется, она просто закрыла на входы вообще во все сетевые магазины. Вот это, в принципе, система защиты своих прав на сегодняшний день в Российской Федерации, я так понимаю. Потому что если не будет конкретной защиты, брендирования, то тогда смысл делать региональные бренды или еще какие-то, просто, я не говорю, никакого смысла, по крайней мере, вот это на сегодняшний день опыт нашей работы, ты вкладываешь туда деньги, ты вкладываешь силы, а только за 40 минут вчерашнего вечера я нашла уже публикации в мясной портал, берут в Коми информацию, выкладывают ее на мясной портал, на фотографии, в принципе, информация дается, как дают наши Коми-СМИ, но фотографии получил уже не наши в Акутинской армии. Мы сделаем контрольные закупки в Елисейском, в принципе, Елисейском в основной форме сказали о том, что это фальсификатор, на что нам, в принципе, Елисейский ответил, это не наше дело, с кем хотим, с кем и работаем. И мы не имеем значения, мы не собираемся, разбирайтесь, вот на сегодняшний день такая ситуация со всеми проблемами, которые реализируются. Спасибо большое за внимание. Давайте все-таки несколько слов по вашему вопросу я еще скажу. Здесь, конечно же, все зависит от вашей, от активности вашего предприятия и от правильной выбранной стратегии вашей защиты. Как вот уже коллега сказала, предусматривается и административная, и уголовная ответственность, и можно в рамках недобросовестной конкуренции, и в рамках соответствующего процессуального законодательства, арбитражного процесса и так далее. То есть здесь ваша задача, я вижу, в этой ситуации, здесь нужно найти квалифицированного, патентного, поверенного адвоката, специализирующегося на вопросах защиты интеллектуальной собственности, и предпринимать все предусмотренные действующим законодательством действия. То есть такая схема, она работает, она действительно сегодня работает. То есть здесь в вашей ситуации получилось, что такая сложилась схема, что компания там продовольственная, продуктовая работает с какими-то поставщиками. компания, которые фактически, ну с ваших слов, да, нарушают ваши исключительные права, да, пользуются наименованием места происхождения товаров, не имея соответствующего свидетельства на это. То есть законодательством все достаточно четко прописано, и практика судебная уже по таким делам, ну практически наработана, да. То есть здесь вопрос только найти квалифицированного представителя, который сможет правильно отстаивать ваши интересы в судебных органах, в правоохранительных органах, в антимонопольных и так далее. Ну, здесь, конечно, основная понимаемость, но опять же все везло по стоит в динам, да, когда три предприятия, а не хочется, находящиеся в руку те с численностью администрации шесть человек, в принципе, я представляю как и сотрудника, да, вот, допустим, я и экономист, и юрист, и техно-технолог, да, вы сами представляете, что сами все могут это не сделать. В принципе, юридическая поддержка, она достаточно тяжелая, она достаточно дорогая, и в принципе, она даже не покупает те расходы, те кредиты, которые мы получим с этого географического бренда. То есть это должно быть решение и на региональном уровне, что если кто-то, если уже такое государство нужно, чтобы эти бренды создавались, да, это нужно давать и поддержку, Потому что я вам могу привести другой пример, когда мы оказались под другую ситуацию бригада. То есть у нас недобросовестные дизайнеры, которые разрабатывали не дизайн, а другая компания, украли этот дизайн по округе. Они делают это. И у нас достаточно появилось, у нас достаточно родился такой похожий дизайн на кирпингинг. Когда мы это утверждали, когда я утверждала, честно могу сказать, я этого не знала. Мы это сделали, когда мы встретились с Глобом Суме на одной прилавке. И получилось, что да, в принципе, и я с ними соглашусь, что у нас достаточно кирпингинг похож на кирпингинг. И у нас предлагали этот дизайн зарегистрирован как товарный знак. Они попытались выставить нам претензию, когда они будут. Даже с нашими возможностями, маленькая организация, они не смогли дать это доказать. Теперь представляете, когда сильная организация с хорошими юристами, да, и мы будем с ними бороться. На сегодняшний день это получается, защита этой группы, она получается нереальной. Если это не будет организованы какие-то поддержки, пока у меня нет какой-то четкой версии, как это должно быть, я могу только рассказать о том, как это не получается сделать. И как тем, что мы запротендовали, тем, что мы стараемся делать, пользуется теперь уже в интернете. Как это делать, непонятно? Спасибо большое. В любом случае, да, мы зафиксировали этот вопрос. Я думаю, что мы подумаем, как разобраться с механизмами по защите брендирования, как вы правильно назвали. Так что мы возьмем этот вопрос на рассмотрение. Спасибо. Есть еще вопросы? Конечно. Есть. Скажите, пожалуйста, вот есть место на данные происхождения товаров, да, первое – это хранение продуктов, да, и второе – это географическое указание. Вот, и, соответственно, есть проблемы для географического указания товарной знаки, это скорее перерегатива оригинальной пластики, пускай это как бы правильно, да, позиционированные в своей территории. А есть ли какие-то, как сказать, не коллизии, а, сейчас скажу, не конкуренция, не конкуренция, вот тут, условно говоря, ну, не будет какие-то истории, например, грязь какую-то, да, либо воду, вода, которая находится в конкретном географическом месте, ну, например, красно-затонская вода, да, ее добывают и производят, там одна компания, две – неважно, но эта же вода, например, и является интересом для географической администрации, и она их хочет тоже зарегистрировать. Это делается не исключающая географическая, либо они могут быть параллельны, то есть и администрация может получить свидетельство на географическое место, и производитель может получить свидетельство на место на непроисходительных товаров. – Спасибо. Хочу обратить внимание, что и субъектом на регистрацию на МПТ, и субъектом на регистрацию географического указания может быть только производители, либо ассоциация производителей. То есть администрация, как субъект, как заявитель, она не может выступать в этом качестве. Возможно, вы имели в виду, если бы администрация захотела бы товарный знак, да, зарегистрировать на себя. Ну, у нас, да, у нас есть, вот сейчас 230-е это уточняет, что последующая регистрация товарного знака, которая включает в себя наименование мест происходящего товара, либо географического указания, она возможна только если это заявляет сам правообладатель этого НМПТ, либо географического указания. И то с указанием такого вот обозначения ГУ или НМПТ в качестве неохраняемого. Более того, если этот заявитель впоследствии потеряет право пользования этой ГУ или НМПТ, то тогда и право на товарный знак он тоже теряет, досрочное прекращение правового охраны товарного знака также предусмотрено. Конечно, существует еще возможность, когда товарный знак ранее зарегистрирован, чем НМПТ, либо географического указания. И тогда в течение пяти лет правообладатель такого товарного знака может оспорить регистрацию НМПТ, либо географического указания. У нас, к сожалению, один случай в истории есть, такой печальный, когда товарный знак убил НМПТ, скажем так. Но это только один случай. Остальные, такой коллизии мы не сталкивались. И опять-таки такая возможность ограничена пятью годами после регистрации НМПТ. Спасибо большое. Спасибо большое. Можно? Добрый день. Скажите, пожалуйста, введение нового объекта, географическое указание, какие проблемы позволит решить, которые не решает наименование мест происхождения товаров? То есть, почему понадобилось введение нового объекта, фактически нового правового института? Мы на практике столкнулись с большими проблемами по регистрации наименования мест происхождения товара. Мы говорили о том, что НМПТ – это обязательно для товара, который обладает особыми свойствами. Мы, конечно, не любим слово говорить «уникальное», мы понимаем некоторые аспекты этого понятия, но все-таки это действительно должны быть особые свойства, то есть свойства, которые отличаются от других свойств, которые обладают другие товары подобной категории. Мы говорим об уникальных объектах. А сейчас географическое указание. Географическое указание – это просто обозначение, которое позволяет показать связь между товаром и регионом. То есть здесь не нужно доказывать его уникальность. Здесь пусть это будет уже общеизвестная технология. Просто вот здесь, вот в этой местности производится такой товар, и вот у него характеристики. Не надо говорить о том, что все сырье для производства этого товара, например, для сыра берется из этого региона. Нет, просто если у нас хорошая репутация по производству конкретного товара, почему бы нет? Это не НМПТ. Это именно географическое указание. То есть это понижение планки требований. Это расширение возможностей, я бы сказала. И понижение планки. Хорошо, а вот такой еще вопрос. Скажите, пожалуйста, а что это за характеристика такая? Хотя бы один из моментов касался этого региона. Ведь это в чьих интересах? Это в интересах кого? Того производителя, который где-то закупил сырье и на другом конце страны произвел что-то, потеряв при транспортировке и качество сырья. Мы помним, знаем, во всяком случае, такая была история, когда из виноматериала алжирского изготавливались очень неплохие французские вина, а потом, когда Франция в силу ряда политических причин перестала закупать алжирский виноматериал и стал закупать Советский Союз, который помог младшему брату. И алжирское вино, по-моему, до сих пор притча во языцах. Им предлагали красить заборы. Вот, пожалуйста, хотя географическое указание, требование к нему строго соблюдено, виноматериал – это основа основ. Смотрите, во-первых, то, что по географическому указанию, действительно, хотя бы один из этапов производства должен находиться на территории географического объекта, но который существенно влияет на формирование характеристик. Для вина – это отдельное регулирование. Это вообще у нас такой особый вопрос. Это регулирование 171-го закона. Для вина, для которого может быть зарегистрировано НМПТ или географическое указание, там четко прописано, НМПТ – все этапы производства от сырья до розлива на территории географического объекта. Для географического указания – все этапы производства от сырья до розлива на территории географического объекта за исключением 15% виноматериала, который может быть привезен с соседних территорий, ну, с территории Российской Федерации, с соседних регионов. То есть, вот именно по вину здесь все определено. Но в ГК это нет такого исключения? Нет, это есть. Это 230-й федеральный закон, который содержит отдельные отсылки на 171-й закон. Посмотрите статью 2-ю 230-го федерального закона. Более того, вот это все будет еще прописано, у нас же перед нами стоит еще большая работа по подготовке подзаконных актов. Там будет подготовлен документ требований к документам заявки на НМПТ и ГУ. И у нас уже есть определенное понимание, что отдельное положение для винодельческой продукции, они будут прям выделены в отдельную секцию, потому что там особое регулирование и особые требования. Так же, как и для минеральной воды, с учетом их условий производства и добычи этой воды. Поэтому здесь мы еще будем работать. По крайней мере, мы видим пути, как это все решить. Сейчас, извините, может, просто у нас еще регион, мы дадим тоже возможность задать вопрос, а потом еще поговорим. Я хочу сказать вопрос, который Валерий Азикович задавал. Но это ведь не наше изобретение, вообще такой подход к НМПТ и географическим указаниям. Это требование насчет того, что если наименование места происхождения товара, то все стадии производства в границах географического объекта. И в отношении географического указания хотя бы одна из стадий, которая оказывает существенное влияние на качество, репутацию, пятое-десятое. Это требование, которое содержится в законодательствах других стран, насколько я понимаю, и в регламентах европейского сообщества, и там, где вообще охрана этих объектов есть. Поэтому здесь мы не изобретали велосипед, здесь вообще-то это взято из той практики, может быть, не очень большой, но которая существует в мире, там, где охраняются эти объекты. Теперь возвращаясь к тому, что уже говорили, буквально два слова. Вот здесь очень эмоционально говорила представитель региона насчет защиты прав. Действительно, это вопрос очень такой важный, и не всегда возможность реализовать вообще осуществление такой защиты. Но я хочу сказать, когда мы сейчас говорим о региональных брендах, сейчас речь шла о региональных брендах, о заинтересованности руководства самого региона в том, чтобы это сохранялось, защищать вот это дело, то надо вообще-то, чтобы в это включалась и администрация очень активно. И на этом мы стараемся этим заниматься. Я, конечно, много примеров привести не могу, но с одним я точно была знакома в своей жизни. Это пример по вологодскому маслу. Когда, чтобы отвоевывать это вологодское масло, в течение десятка лет в этот процесс буквально, но я преувеличиваю, конечно, методом гиперболы пользуюсь, в течение десятка лет вообще включилась в этот процесс самоадминистрация. Сам администратор ездил, доказывал, с госстандартом беседовал, выкидывал этого обозначения, выбрасывали фактически из ГОСТа, потому что раз в ГОСТе, значит, все могут. Если параметры соблюдены, значит, пусть это, значит, нельзя запретить другим изготавливать. То есть из ГОСТа это извлекли. Я считаю, что это прямая заинтересованность самих территорий в плане той тематики, которую мы сегодня вообще обсуждаем. Мы же говорим о региональных брендах, а не вообще там где-то чего-то. Поэтому здесь надо, чтобы больше это пропагандировалось, больше становилось известным. И сейчас, как мне представляется, как раз наступил такой момент, когда в этот процесс включились вообще наши государственные органы. Такого вообще в жизни не было. Они включились, они сейчас этим активно занимаются. Так что спасибо. Спасибо, Светлана Антоновна. Так, Алтаська Кривая универсальной научной библиотеки имени Шишкова. У вас будут вопросы? Да, спасибо за представленную возможность. Подскажите, пожалуйста, будут ли какие-то рекомендации проводленные в участии географических показаний? То есть нам важно понять, как все это замотивировать предприятия, чтобы они включались активно в этот процесс. То есть понятное дело, что это будет, скорее всего, отраслевую институт заниматься в том числе, потому что у нас в основном, если посмотреть на наивание спектакльного товара, как Тадеши и Решевка, у нас есть два раз приемок, у нас есть Бояловская и Ефемической Американской Горьевой годы, Ефемическая, к сожалению, не действует сейчас регистрация. Вот, видимо, это одна из четырех как раз, которые приводят в Семьерске. Как раз действует, Семьерское. Там просто, скорее всего, нет пользователя, нет лица, у которого есть свидетельство. Там регистрация действующая. Мы можем теперь более просто зарегистрироваться по сравнению с тем, что получали на данный список расследования товаров. То есть есть ли в этом как, условно говоря, нанести до хозяйственных объектов, до предприятий необходимость, важность и нужность в учении в этот процесс? Спасибо. Это тяжелый для нас вопрос, потому что изначально, когда готовили вообще вот саму идею подготовки по праву Гражданский кодекс и введение географического указания, мы смотрели на практику Европейского союза, где более трех тысяч географических указаний и наименований мест происходящих товаров зарегистрированных. И это не считая минеральной воды и изделий народных художественных промыслов, которые не охраняются в Европейском союзе. То одна из причин – это малоинформированность нашего населения о таких объектах, это малоинформированность о тех возможностях, которые они дают. И, наверное, даже тот вопрос, который мы сегодня уже поднимали – это защита таких вот объектов интеллектуальной собственности. Конечно, мы работаем над этим вопросом, мы подготовим какие-то методические рекомендации, мы будем работать над просвещением населения по этому вопросу. Скорее всего, нам даже нужно, наверное, подготовить какой-то справочный материал под простым назначением, зачем регистрируют географическое указание и разослать это в регионы. То есть, да, мы знаем эту проблему и мы работаем над ней. И поэтому, если вдруг у вас будет тоже предложение, как лучше для ваших производителей донести эту информацию, как проще объяснить, то мы тоже готовы вас услышать и работать вместе. Спасибо. Спасибо. Будет еще вопрос от регионов? Нет? Спасибо. Тогда вопросы из зала? А можете в микрофон, да, чтобы услышали? Вот региональные бренды, которые регистрируют либо полномочные организации, либо регион, сам администрация, они по определенным классам также, да, регистрируются. И вот возможность передачи бизнесу. Вот в Ногорде в этом году мы слышали про безвозмездную передачу вот этого регионального бренда, товарного знака «Великий Новгород, душа России», значит, в воде и еще какому-то производству, в ум бизнесменам. Скажите, пожалуйста, как это вот на практике осуществляется? Мы привели к тому, что лицензионный договор заключается, а не безвозмездное пользование. Существует такой договор безвозмездного пользования по передаче этого права на товарный знак? Ну, знаете, вот практика Роспатента, мы же не регистрируем сейчас договор, мы регистрируем распоряжение права, именно предоставление права использования на товарный знак. Я думаю, сейчас Алексей Евгеньевич лучше расскажет, да, какие там условия проверяются. Да, вот, потому что ведь это же не само по себе, это же прежде всего хотят бизнесу, чтобы он на товарах этот бренд размещал. Да, здесь два ключевых момента. Первый момент – это положение общего гражданского кодекса, что у нас принцип свобода договора, то есть стороны свободны в заключении договоров. Это важно, да, то есть те условия, которые стороны между собой определили, согласовали, они проговаривают между собой. Теперь, что касается нашей части Роспатента, да, совершенно верно, изменения в законодательстве говорят нам о том, что сам договор мы сейчас не регистрируем распоряжение правом, да. Нам достаточно документ, фактически заявление, которое говорит о том, что две стороны, одна из них правообладатель, другая лицо, которому предоставляется право использования такого, они договорились. Ну, и есть ряд тех условий, которые нам нужны только для того, чтобы, поскольку мы ведем государственный реестр товарных знаков, чтобы их отразить в государственном реестре. Кому, срок, территория, да, ну, это все в подзаконных актах, регламенте, я думаю, вы все знаете, это найдете. Вот, поэтому те условия, безвозмездно вы будете предоставлять лицензию, это, как говорится, дело сторон договора. Нам для цели регистрации вот лицензионных распоряжений это не обязательно. Спасибо. Я бы хотел поинтересоваться, вот в примерах товарных знаков зарегистрированных были такие знаки, которые вызывают некоторое, так сказать, непонимание у меня во всяком случае. Например, там Архангельская область, еще какая-то область. На чье имя зарегистрированы эти знаки? И как это, и как это вообще, так сказать, ну, соответствует законодательству? Наименование. Это же, то есть, какому производителю из Архангельской области может принадлежать исключительное право на наименование Архангельской области? Значит, это должно быть дискламировано или что? Нет, если дискламировано, то это введение в заблуждение, в общем-то. А если он отключится? Ну, то есть, интересно, вот. Нет, ну, номеров сейчас, конечно, нет, сейчас можно было бы проверить, да, но общее правило такое. Я просто видел вот эти картинки, мы сейчас посмотрели, если вы обратили внимание, это комбинированное обозначение, включающее словесный элемент. И, скорее всего, да, сами слова, словосочетание, они выведены из правовой охраны, поскольку любое лицо, которое в этом регионе, оно вправе использовать это обозначение, это словосочетание. Ну, естественно, и наша практика, я думаю, вам тоже хорошо известно, что для того, чтобы даже в качестве неохраняемого элемента такой, такую фразу, там, населенный пункт, включить товарный знак, лицо должно находиться в этом географическом объекте, какую-то взаимосвязь показать. В противном случае будет ситуация, о которой вы говорите. И, как минимум, наверное, получить разрешение администрации этой области на использование. Например, я не могу в свой товарный знак сейчас включить слово «Москва», понимаете, если я не получу специального разрешения. Ну, по поводу, сейчас мы просто обсуждали примеров товарного знака, предположим, сделанного в Москве. Вы же знаете наши подходы, мы всегда каждую конкретную заявку рассматриваем с учетом тех материалов, которые предоставляются в заявке. И здесь надо смотреть конкретно заявку, кто что подаст и как он подтвердит. Поэтому здесь мы, к сожалению, вот так вот общими словами ничего не сможем вам сказать. Еще вопросы? Вологда, патентный поверенный, Разумова. У нас возникла вот такая проблема. Владелец наименования места происхождения товаров имеет право подать заявление на товарный знак с использованием наименования места происхождения товаров. Но закон накладывает на нас ограничения, что мы имеем право подать только в отношении тех товаров, которые зарегистрированы. Но производителям-то это не совсем интересно. Например, нам отказали в регистрации товарного знака для однородных товаров. Молоко, молочные продукты, десерты. Было написано из Вологды. И вот какова позиция патентного ведомства в отношении этого вопроса? Ну, здесь я сказала, нужно конкретную заявку посмотреть, что там было и как заявлено было обозначение. Ну, отказали, оставили только сливочное масло. Сходное, достигнуто, не смешали. Волоковская масло, сливочное масло. Там товар один, сливочное масло. В принципе, вот уже коллеги говорят, что все законно, все правомерно. Так вот, может быть, есть предложение, дать предложение о том, чтобы увеличить, и не только для тех товаров, которые зарегистрированы для наименования местопроисхождения, а для однородных товаров тоже. Мы услышали ваше предложение. Потому что для молочников, когда у нас уже 13 свидетельств на Вологодское масло, и, конечно же, ведь им интересно. Вот вы показывали этикетку Грязовецкого молочного комбината. Этикетка учебно-опытного комбината у нас зарегистрирована как товарный знак, и мы защищаем ее. И довольно-таки очень успешно защищаем эту этикетку. Но появилась у нас проблема. Например, под этой же этикеткой стали выпускать мороженое. И ее зарегистрировало же ведь патентное ведомство. И вот как это соотносится? Конечно, производители мне сказали следующее. Мы не будем бороться, потому что эта этикетка мороженого подняла наши продажи. Да, хорошо, у нас возникло понимание. Но с другой стороны, там же ведь Вологодское мороженое написано. Вот мое предложение, может быть, все-таки расширить для однородных товаров, а не только для тех товаров, для которых... Также по Вологодскому кружеву в свидетельстве на наименование написан только ряд товаров. А они же ведь развиваются, они выпускают какие-то новые товары, которые хотели бы использовать наименование в своем товарном знаке. И из Вологды это уже просто стал такой бренд. И я просто всех ограничу и говорю, товарный знак зарегистрировать нельзя. У нас есть замечательные наименования местопроскорения, которые нам не дают регистрацию товарных знаков в отношении... Хотя я и говорю в отношении любых товаров, но есть товарные знаки, которые зарегистрированы со словом Вологодска, например, для деревянных каких-то изделий за последние годы. Вот как-то не соотносится. Вы знаете, я зафиксировала ваш вопрос. Да. Да, конечно. Здравствуйте. Мы при регистрации задавали его, но, видимо, наверное, не дошло до вас. По поводу защиты, когда экспертиза идет, заявок на товарные знаки. То есть мы включились нормально в призыв, давайте нам НМПТ с региона, да, сделали белевский пряник появился, теперь зефир, мармелад. И теперь мы сталкиваемся с товарным знаком заявка «Тульская набережда». По мнению экспертов, потребитель спутает это с тульским пряником. Товарный знак «Тульская ягодная», заявляем как неохранку с графикой, противопоставляет тульский пряник. Мы отвечаем эксперту, в качестве графики указана малина с ножками, с носиком. Мы еще получаем в ответку запрос, где добавляют, а это еще и тульский самоват. Но, по-моему, где-то, наверное, все-таки в защите НМПТ перегибы начались. Белевские ягодные чаи, комбинированный красивый знак, Славецку сами заявили как неохраняемую, естественно, получили белевский мармелад, белевский зефир, белевский пряник, белевскую пастилу. Ну, как? Как остальным производителям регистрировать свои какие-то права? Спасибо. И очень часто право оплаты НМПТ подает что-то похожее, и ему же, его же товарный знак, и НМПТ, как это стоят. И вот это бесполезно, переписка стоят. Прям реально впереди. А вот по этим примерам, по белевским и мягным чаям мы уже отказ получили. То есть готовим в палату по патентным, но впереди почему-то уже вот стена видится, непонимание. Одно и то же. Сейчас вот будем отвечать по набережной, по Ягодной, Тульской. Ну, руки опускаются, если честно. Вот дополнительный вопрос, в догонку. Ирина Николаевна сказала, что закономерно отказали в Вологоде. А на каком основании? У них есть действительно наименование мест происхождения для конкретного товара. А если я регистрирую товарный знак, где включено наименование места происхождения, но для другого товара, на мой взгляд, коллизии нет. А если это указание места просто, географическое, которое не может защищаться, тогда как же с Архангельской областью? Это что-то, понимаете, тут какая-то позиция ведомства. Нам, во всяком случае, не ясное. Будьте добры определиться. Мы услышали. Я уже сказала, что мы зафиксировали этот вопрос. Еще раз повторяю, что каждую конкретную заявку мы рассматриваем отдельно, в существу всех материалов, которые приложены к этой заявке. Но вопрос по тем, что поверенных из Волды и ваш вопрос, как я истула. Да, вот мы видели. В 2018, да, вот, то есть 28-30-90. Это ваше, да, я так понимаю? Да, да. Да, мы это увидели, но... Анна Сергеевна, можно вопрос? Конечно. Я Юртеев Владимирович, я вице-президент Национальной технологической палаты и ответственный секретарь комитета РСПП по промышленной политике. Меня сюда привела, так сказать, естественная потребность, так сказать, вот услышать то, что делает регулятор, но с точки зрения промышленников и предпринимателей, которые занимаются железяками. Потому что 90% того, что сейчас говорилось, это говорилось про товары массового потребления, про продукты, ну и другие там всякие разные вкусности. Значит, вот наше наблюдение показывает, что на рынке в Российской Федерации усиливается внутренняя конкуренция. Причем жесточайшим образом. Поскольку, так сказать, у нас до сих пор нет внутренней культуры, чтобы мы, предприниматели, договаривались на уровне региона через РСПП ли, через торговую промышленную палату ли, через опору России или там через деловую Россию. Почему? Потому что вот вам один факт. У нас, ну, примерно так, 5,5 миллионов хозяйствующих субъектов. Из них, что бы вы думали? Людей, которые, так сказать, оценивают свою деловую репутацию, став членами РСПП, ТПП России, деловой России и так далее. Знаете сколько? Один процент. Всем остальным деловая репутация вообще-то ни о чем, да? Потому что если я не являюсь членами профессионального сообщества, и профессиональное сообщество меня не приняло там, и не квалифицировало, и не выдало мне, я на рынке рисую, как хочу. Значит, ну, это призыв, он в чем заключается? В том, что, когда мы говорим, а суди и кто? Нам же говорят, иди в суд и судись. Кто выиграет, тот и выиграет, да? Ну, как женщина первая говорила, говорит, слушайте, у меня денег нет ходить там по судам, где бы мне найти государственную защиту. Но с этого мы должны снова вспомнить правила беспощадной конкуренции. Рынок – это беспощадная конкуренция. Мы еще не дожили до настоящей конкуренции, которая во всем мире. Там друг друга выпихивают рынки локтями и ногами выкидывают, при этом улыбаясь друг другу с утра до вечера. Мы только-только въезжаем в эту позицию, и что будет у нас твориться? Я вспоминаю, ну, там, с точки зрения промышленника и предпринимателя. Был мотоцикл «Ковровец»? Был, был. Был кран «Ивановец», да? Ну, как бы, так сказать, советская власть, она вот что-то такое. Был москвич и так далее. Теперь я спрашиваю, сделано в России? Ну, говорят, да вы что? Я говорю, а сделано в Москве? А сделано еще где-то? То есть вопросы, которые мы сегодня задаем друг другу в этом зале, они на самом деле ведь к регулятору. Почему? Потому что, ну, я думаю, никто не будет спорить, что у нас идет о госострелении экономики. Государство становится игроком на экономическом рынке. И вот этих силых и слабых наших, он не случайно говорит, ребят, а вы четыре дня в неделю не хотите поработать? Да потому что, что такое патент? Патент – это исключительная монополия, которая меня защищает в определенном количестве времени. А дальше идет федеральная антимонопольная служба, да? И у нас начинается стык в капиталистическом государстве, начинается стык между государством и мной, как маленьким хозяйствующим субъектом, который хочет выжить, что-то сохранится и так далее. Поэтому мой призыв. Значит, мы готовы там на площадках РСПП, там национально-технологийской планке, вообще далее везде, включая наш замечательный ВАИР, да, общество изобретателей-рационализаторов, мы все вместе хотим найти свое место под солнцем, выжить и грамотно, цивилизованно закрепиться, в том числе и на мировом рынке, где нас вообще там 150 раз никто не ждет. Спасибо. Да, пожалуйста. Белоусова Александра, алкогольный Холдинг Руст. Скажите, пожалуйста, вот я хотела бы, чтобы вы тоже зафиксировали, у нас аналогичная ситуация, мы подали заявку на товарный знак «Русский медведь». У нас мы правообладатели, в том числе и наименование происхождения места товара, нам принадлежит русская водка. Но нам в процессе экспертизы тоже отказали в регистрации, при этом товарный знак «Русский медведь» сейчас у нас регистрируется в новом дизайне, но до этого у нас уже было зарегистрировано такое обозначение в качестве товарного знака. И нам противопоставили наименование место происхождения товара, наше же. Ну, понятно, что там оно принадлежит еще нескольким лицам. Вот, ну, насколько это вообще законно и логично? Да. При наличии у вас охраняемого НМПТ, да, мне кажется, здесь не должно быть препятствий. Вот, сейчас мы идем в суд по интеллектуальным правам. Посмотрите, пожалуйста, еще раз. То есть, и палата патентным спором подтвердила такой отказ? Да, да. При этом, да, абсолютно, да, то есть, как бы странно, что нам уже принадлежат товарные знаки «Русский медведь». Загвоздка как раз именно в словесном обозначении «Русская». «Русский». Ну, конечно, да, водка. Мы регистрируем по классу водки. Можно попросить номер заявки? Я потом посмотрю, сейчас не могу сказать. И еще, знаете, какой у меня вопрос? Тоже, вот, например, у нас есть наименование место происхождения. «Русская водка», да, и в какой-то момент производитель понимает, что его товар, ну, как бы теряются характеристики. Например, одна из стадий производства выходит за рамки Российской Федерации. Соответственно, такое, ну, наименование места происхождения товара, такое словесное обозначение, оно еще будет соответствовать свойствам географического указания. Вот каким образом мы, как производители, можем преобразовать наше наименование места происхождения товара в географическое указание? При этом, тут надо отметить, что это наименование происхождения товара «русская водка» принадлежит многим лицам. Николай. 230 федеральный закон действительно предусматривает такую возможность преобразования НМПТ в географическое указание. Порядок будет установлен Министерством экономического развития. Пока вот я вам детали даже не смогу назвать, как это будет. И, скорее всего, с учетом того, что много пользователей, это должно быть согласованное действие всех пользователей. Вот да, меня как раз беспокоит загвоздка в том, что мы просто переименуем это, например, «водка из России», это будет географическое указание. Или как это будет выглядеть, да? То есть, если уже есть. И, например, за рядом лиц остается это право на наименование места происхождения товаров. Нет, целиком и полностью. То есть, если вы хотите русскую «водку» перевести в географическое указание, значит, все пользователи русской «водки» должны перейти в географическое указание вместе с… Не будет НМПТ русская «водка», будет географическое указание. То есть, я как правообладатель, но если мой товар, в принципе, соответствует тому определению, которое определено в Гражданском кодексе как географическое указание, то есть, я теряю право на получение данного обозначения вот как географическое указание, да, за регистрацию. То есть, если вы имеете в виду, что у тебя есть уже НМПТ, то вы не сможете сделать географическое указание? Да, все правильно. Основания для отказа. Понятно, спасибо большое. Да, еще такой момент хотела бы отметить, что сейчас мы, конечно, при поступлении заявки на НМПТ, мы не публикуем те сведения, которые в ней указаны. Особые свойства мы также не публикуем и после государственной регистрации. 230 федеральный закон, он кардинально меняет такой подход. То есть все сведения, которые будут указаны в заявке на географическое указание, все сведения, которые будут указаны в заявке на наименование места происходящего товара, они будут опубликованы. Более того, эта информация будет адресная рассылка главам регионов и в отраслевые ассоциации производителей и научные учреждения. То есть теперь, как мы предполагаем, будет общественная проверка этих сведений и их актуальность и достоверность, которые приводит заявитель в свои заявки. Как я понимаю, в том случае, если тоже будет преобразование, то это тоже будет все опубликовано, чтобы поступила такая просьба, чтобы все видели. Там уже и уполномоченные органы могут подключиться с учетом специфичного регулирования отрасли алкогольной продукции. Поэтому здесь есть такие вопросы. Можно. Очень приятно, что ту проблему предыдущую, которую обсуждали, столкновение наименовое место происхождения с товарными знаками, вы взяли на контроль и обещаете сообщить заинтересованным лицам. Но хотелось бы, чтобы это было для более широкого круга, потому что проблема интересная. И в назидание, так сказать, потомкам хотелось бы каким-то образом получить информацию для широкого круга, в частности для специалистов, ваше решение. То есть какая есть, так сказать, возможность, либо публикация на сайте, где приглашают нас на эти... То есть какие-то результаты, многие вопросы, вот я знаю, решаются, но они не доводятся до широкого круга. Хорошо, спасибо. Да, мы вас услышали. Я думаю, что здесь-то как раз, если будет изменение, то они затронут всех и все услышат. И более того, я хочу сказать, когда мы разрабатывали, готовили законопроект по географическим указаниям, сам это 230 ФСЗ, поступали и более кардинальные предложения о том, что вообще ввести абсолютный запрет на регистрацию в качестве товарных знаков и в составе товарных знаков любых элементов, которые указывают на географию, на географический объект. То есть у нас уже есть вообще другое, что никаких товарных знаков с географическими, с наименованием географических объектов не должно быть зарегистрировано. Извините, а не нарушат это право производителей остальных? Ну там-то говорят о том, что если вам уже никто не запрещает это использовать на практике, если вы не вводите потребителей в заблуждение, не нарушаете прав других лиц. Просто исключительные права на географию никто не должен получить. А как вы будете обходиться с теми, кто уже имеет такие знаки? Вот именно такие вопросы мы и поднимали, поэтому дискуссия действительно очень сложная, очень много разных позиций, поэтому мы поставили это на рассмотрение, на учет. А где она ведется? Может быть на какой-то более широкой площадке ее ввести? Ну смотрите, это были предложения, когда был подготовлен законопроект ко второму чтению. То есть это были предложения уже других лиц. Как вы видите, они не вошли в 230-й федеральный закон. Я не знаю, будут ли те лица поднимать его тоже на высоком уровне или еще куда-то на общественное обсуждение выносить. То есть по крайней мере, мы со своей стороны уже услышали обращение по поводу практики. То есть это наша компетенция. Изменение законодательства, вот именно такое вот кардинальное, это... Мы, по крайней мере, сейчас такое ничего не инициируем, такое кардинальное рассмотрение. Простите, можно короткий вопрос? Если поверены эти стороны отношения и именования, нужно ли будет эти стороны отношения? Нет, спасибо большое за вопрос. На самом деле, не знаю пока. Это будет решаться, как только будут готовиться изменения в федеральный закон о патентах поверенных. Мы... Ну тут я уже слышу разное мнение, но пока мы не знаем. Потому что все-таки это разные объекты. И, с одной стороны, там другие совершенно требования подходят. Не могу вам пока ответить. А вот скажите, вот у меня тоже патентных поверенных, которые здесь присутствуют. Может, вы скажете, нужно ли делать отдельную аттестацию по географическим указаниям? А нужно ли те, которые уже имеют аттестацию по НМПТ, переходить, ну, верее, переаттестовываться для географических указаний? Дополнительно. Я могу вам сказать, что на сегодняшний день патентных поверенных, которые аттестованы по наименованию местопроисхождения, больше, чем зарегистрированных наименованием местопроисхождения. Поэтому вот это выделение таких объектов, скажем, как наименование местопроисхождения, географическое указание в отдельную специализацию для патентных поверенных, я считаю, что излишне. То есть достаточно, скажем, специалистам быть по товарным знакам, чтобы вполне спокойно, без особых специальных знаний и экзаменов, а сейчас будут, если географические указания, новый экзамен и новые денежки. Вот. Поэтому я думаю, что выделение наименований местопроисхождения в отдельную специальность тем патчей географических указаний – это излишне. То есть если есть специалист по товарным знакам, он автоматом должен охватывать и смежные объекты. Браво, поддерживаем. Спасибо за вашу позицию. Вот. Единственное, что я могу сказать по той практике, которую мы имеем сейчас, вот с большим количеством поданных заявок на НМПТ, не могу согласиться с вами, что любой патентный поверенный, который имеет специализацию по товарным знакам, справится с оформлением заявки. Из собрания, да, с корректным сбором всех документов необходимых. То есть это вот так что… Ну, спасибо, позицию вашу услышали. Коллеги, будет еще вопроса? При соединении к наименованию местопроисхождения товаров. Нужно ли лицу, который присоединяется, представлять документы известности, если фактически уже было зарегистрировано? Нет, не надо. Не нужно, да? Не нужно. Только при первой регистрации. Вот, тут еще у нас есть список вопросов, которые при регистрации нам давали, вот от Республики Комикс, кстати, поступил. Так, почему голландский сыр не может быть признан в качестве НМПТ зарегистрирован? Потому что есть четкая норма, что если обозначение вошло в гражданский оборот как видовое обозначение, то оно не регистрируется как НМПТ и не будет регистрироваться как географическое указание. То есть это уже четкая позиция. Страна Голландии вообще другая, ну, не Россия. Да, и на имя российского заявителя тем более не может быть регистрировано. Голландский сыр, да. Голландский сыр. Если только так, да. Вот. Коллеги, еще вопросы? Спасибо всем за внимание, спасибо за активные вопросы. Вот мы сделали пометку. Я думаю, что наши встречи еще продолжатся. На следующей неделе у нас еще. НМПТ тоже, там уже будут освещаться проблемные вопросы оформления конкретных заявок на регистрацию НМПТ и предоставление права пользования на такие НМПТ. Я думаю, что нам нужно будет еще организовать отдельную встречу по вопросам НМПТ и географическим указаниям. Это когда у нас уже будет более понятная ситуация с теми требованиями, которые мы будем предъявлять к заявкам на ГУ и НМПТ. Так что эту тему мы не закрываем, а только начинаем. Спасибо всем за внимание. До свидания.